О такой игрушке мечтает не только любой мальчишка. Впрочем, здесь все по-настоящему. За время пребывания в лагере ребята, прибывшие со всего ПФО, на специальных симуляторах, расположенных на базе Пензенской военной академии, учатся о зам вождения танка и тяжелой автотехники, такой как КАМАЗ. На данном занятии курсантами отрабатываются навыки вождения, ознакомление с органами управления и отработка учебных упражнений. В первой смене лагеря «Гвардейец-2» принимает участие команды из Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Пензенской, Оренбургской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей. Присциплина есть, газ, тормоз есть, заводить, потом поворотники, фары, сигналы. Это очень реалистичный симулятор грузового автомобиля, удобный, как в реальном КАМАЗе. Патриотический проект реализуется по инициативе полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова и при поддержке Минобороны ДСАФ России. Более 75% участников проекта – представители многодетных семей, дети военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, воспитанники кадетских корпусов. Все проходит на высоком уровне, поскольку и инфраструктура Министерства обороны, в данном случае это инженерный институт, здесь способствует, чтобы дети максимально погрузились в обстановку российской армии и узнали, как здесь ее быт и в том числе и вооружение. В лагере большая спортивная программа – соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу, стрельбе, спортивному ориентированию, пенболу. Также проходят занятия по военным дисциплинам и военизированные эстафеты. В рамках культурной программы для ребят будут организованы экскурсии по историческим местам Пензенской области. Смена продлится до 26 июня. Элла Шахова, Вести, Ульяновск.